Ну вот прямо сейчас мы видим Владимира Путина в его рабочей резиденции. Президенту поступает сигнал о том, что все готово к торжественной церемонии вступления в должность президента России. Далее Владимир Путин проследует через Георгиевские и Александровские залы в Андреевске, где даст присягу. На подиуме президента уже ждут председателя Конституционного суда Валерий Зойкин, председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Перед приходом президента в Андреевский зал уже внесли государственный флаг Российской Федерации и штандарта главы государства. Ну а следом солдаты почетного караула внесли знак президента Золотой Крест с гербом России на цепи, на оборотной стороне которого прописана фраза «Польза, честь и слава». Ну а прямо сейчас, уважаемые зрители, мы, кстати, видим достаточно редкие кадры. Это, что называется, коридоры власти Российской Федерации, по которым прямо сейчас идет Владимир Путин. Далее он проследует через Георгиевский и Александровский залы в Андреевске, где даст присягу. Ну и напомним, что сама клятва состоит из 33 слов. Избранный глава государства приносил эту присягу, мы напомним, четырежды за свою политическую карьеру. Это уже его пятый президентский срок. Затем ожидается выступление российского лидера с речью, после чего председатель Конституционного суда вручает вступившему в должность главе государства штандарт и знак президента, о которых мы вам уже сегодня подробно рассказывали. Ну а затем, согласно протоколу, глава государства выйдет через красное крыльцо Большого Кремлевского дворца на Соборную площадь, где перед Верховным главнокомандующим торжественным маршем пройдет президентский полк. Ну а пушки с Кремлевской набережной дадут 30 залпов салюта. Кстати, в 2018 году вся церемония продлилась около 48 минут, включая смотр президентского полка. Ну и давайте мы вспомним эту церемонию, которая состояла с 7 мая 2018 года в Большом Кремлевском дворце. Также в президиуме присутствовали председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зоркин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Дома Вячеслав Володя. На этой церемонии не были открыты спасские ворота. Путин пребывал на церемонию со своего рабочего места в Сенатском дворце. Ну вот мы видим прямо сейчас, как Владимир Путин выйдет через красное крыльцо Большого Кремлевского дворца. Его, конечно же, встречают солдаты почетного президентского караула. Путин проследует через Георгиевский и Александровский залы в Андреевске, где даст присягу на подиуме президента уже ждут председателя Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Президентский кортеж. Через несколько секунд мы его увидим. И вот как раз он на ваших экранах. Ну вот интересно, что прямо сейчас мы видим обновленный вариант лимузина «Аурус». Это «Аурус-Сенат», который прошел рестайлинг. Ровно шесть лет назад, во время торжественного мероприятия вступления в должность президента, 7 мая 2018 года, весь мир вообще впервые увидел «Аурус». На нем Владимир Путин проехал из Сенатского дворца в Большой Кремлевский. И до этого использовали, кстати, лимузины «Мерседес». Но с тех пор «Аурусы» стали основным средством передвижения президента и других официальных лиц. Что касается рестайлинга. На самом деле информации о том, что сейчас представляет из себя вот этот лимузин «Аурус-Сенат», немного, представительская машина изменилась внешне, вот эти данные у нас есть, новые фары появились, решетка радиатора. Под капотом лимузин тоже усовершенствовали, однако вот точных данных нет, например, о мощности двигателя и других технических характеристиках. Это секретная информация, все-таки машина перевозит первое лицо государства. Но вот тем не менее, сам Владимир Путин неоднократно бывал за рулем «Ауруса», и, по его словам, это качественный автомобиль, ничем не уступающий зарубежным моделям. Кстати, производят «Аурусы» на заводе в Республике Татарстан, на автозаводе в Елабуге. И еще одна интересная деталь о названии марки. «Аурус» происходит от латинского «aurum» – «золото» и «Россия». Вот такое словообразование получилось. Ну и вот надо сказать, что «Аурус» – «Сенат-лимузин», который был представлен на прошлой церемонии вступления в должность президента в 2018 году, в настоящий момент эта машина выставлена в музее на ВДНХ. Ну и, как мы уже сказали, это такая линейка представительских автомобилей. Она создается по заказу Минпромторга еще с 2013 года. Ну и вот в октябре 2023-го было заявление, что производство обновленной версии «Ауруссенат» планируется запустить как раз-таки в мае 2024 года. И сегодня мы с вами можем наблюдать эту обновленную версию. Ну вот прямо сейчас мы видим, как кортеж президента подъезжает к большому кремлевскому дворцу. Следим за всей церемонией. Прямо сейчас ждем, что Владимир Путин уже прибудет в Андреевский зал, где и даст присягу. Как мы уже сказали, уже собираются гости. И на подиуме президента уже ожидают председатель Конституционного суда Валерий Зоркин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Ну вот обычно церемония начинается ровно в полдень, длится она около часа. Мы, как обычно, трансляцию начали немного раньше. Рассказали о том, что уже в зале собрались гости. Это и депутаты Государственной Думы, и сенаторы, и члены администрации, президенты и правительства, и представители общественных организаций, различных конфессий, деятели науки и культуры. Все приглашенные гости уже на своих местах. И рассказали о самой процедуре вступления в должность. Давайте мы прямо сейчас немножко вернемся к сценарию этого мероприятия. Как мы уже сказали, церемония вступления в должность. Она проводится в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. По традиции гости располагаются в Георгиевском, Александровском и Андреевском залах тоже. Если говорить о самой церемонии, по пунктам, то как она проходит? Через Георгиевский, Александровский зал и в Андреевский зал проходят солдаты президентского полка с государственным флагом Российской Федерации. Штандартом президента России, специальным экземпляром Конституции Российской Федерации. И мы вам это показывали. Уже, если говорить о том, что происходит дальше, то специальный экземпляр Конституции Российской Федерации, все это и знак президента тоже размещается на трибуне, где глава государства как раз и будет принимать присягу этого момента. Мы с вами ждем и наблюдаем за этим в прямом эфире. Начнется. Все внимание на экран. Москва. Прямой эфир. Владимир Владимирович Путин. Итак, глава государства в Георгиевском зале. Вы сейчас видите его во всем великолепии. Он назван в честь ордена святого великомученика Георгия. Был учрежден императрицей Екатериной Великой в 1769 году. Орден давали за личное мужество на полях сражений. Поэтому георгиевских кавалеров офицеры приветствовали стоя. А приветствуют Владимира Путина те, кто пришел в качестве гостей на церемонию инаугурации. Это члены правительства, депутаты Государственной Думы, депутаты Совета Федерации, представители судейского корпуса, представители культурной и спортивной общественности. Это доверенные лица президента. Ну и, конечно, на кадрах трансляции мы видели огромное количество наших военных, наших защитников. Вот сейчас они были справа по кадру. Приглашено огромное количество участников СВО. Все они герои. И именно так, как героям к ним нужно относиться. Это слова Владимира Путина. Итак, буквально считанные секунды, мы видим, что глава государства приветствует гостей. Кстати, всего гостей в парадных залах Большого Кремлевского дворца больше двух с половиной тысяч. Приветствия, объятия. Отсюда не видно, с кем поздоровался Владимир Путин. До этого он пожал в руку доктору Рошаль. Итак, Владимир Путин поднимается на трибуну, здоровается с председателем Конституционного суда Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. В соответствии с частью второй статьи 82 Конституции Российской Федерации при вступлении в должность президента Российской Федерации президент произносит народу присягу в соответствии с текстом, утвержденным Конституцией. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас принести присягу. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Славься, Отечество наше свободное, Гражданство наше свободное, Славься, страна, и гордимся тобой, От лёжных морей на полярного края, Раскинулись наши света и поля, Одна ты на свете, одна ты такая, Гражданство наше свободное, Славься, отечество наше свободное, Раскинулись наши света и полярного края, Славься, отечество наше свободное, Субтитры подогнал «Симон» 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 традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти. Наши решения по развитию страны и регионов должны быть эффективными и справедливыми, повышать благосостояние, качество жизни российских семей. Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надёжного и честного партнёра. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру. Повторю. Разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен, но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга. Вместе с партнёрами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития, мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системой безопасности. В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентноспособными. Открывать для России новые горизонты, как уже не раз бывало в нашей истории. Но нам важно помнить и её уроки. Не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. Поэтому наша государственная и общественная политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам. Обеспечивать поступательность и стабильность развития единства и независимость страны. При этом стабильность не означает косность. Наша государственная и общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперёд. Мы видим, как изменилась атмосфера в обществе. Как высоко ценится сегодня надёжность, взаимная ответственность, искренность, порядочность, благородство и мужество. Сделаю всё, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах. Мы должны обеспечить надёжную преемственность в развитии страны на десятилетия вперёд. Вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России, развивать нашу государственность, в основе которой межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России, в стране цивилизации, объединённой русским языком и нашей многонациональной культурой. Дорогие друзья, буду делать всё необходимое, всё, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие, использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну, результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплочённости, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей. Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину. Знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом. И создали мировую державу, наше Отечество. Добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня. Мы уверенно смотрим вперёд, планируем своё будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие ещё более динамичным и ещё более мощным. Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, музыка, знакомая каждому «Славься» композитора Михаила Глинки из заключительной сцены оперы Иван Сусанин, редакции 1836 года. Сочинение по-настоящему удивительное. В нём и русская народная интонация, и могучий заряд оптимизма. И салют в честь вступления в должность главы государства России. «Славься» в обработке Макарова регулярно играли на парадах в оркестровом варианте, как торжественный марш. Звучала эта музыка и во время грандиозного парада победы 24 июня 1945 года. Тогда сводный военный оркестр, состоящий из 1400 музыкантов, вышел на середину площади и грянул «Славься, русский народ!». Штандарт президента на ваших экранах. Вы, наверное, на всей Красной площади на территории Кремля, и за его пределами слышал этот грохот артиллерийских орудий, артиллерийских залпов. Это тоже традиционная часть торжественной церемонии вступления в должность президента России. Президентский штандарт всегда поднимается над резиденцией главы государства, когда он там находится. Вернее, это его дубликат. А штандарт сам в единственном экземпляре всегда хранится в кабинете у президента. Глава государства выступил с речью, где отметил, что сейчас в наше время мы держим ответ перед нашей историей, нашими предками. Говорил я о новых горизонтах России, устойчивости к вызовам и угрозам нашей гибкости, об атмосфере в обществе, о наших ценностях и о том, какое будущее ждет нашу страну. Вот на такой высокой ноте завершается первая часть торжественной церемонии в Большом Кремлевском парте. его в должность. Ну и сейчас еще мы видим внутреннее убранство Большого Кремлевского дворца, его залы, Георгиевский, Андреевский зал и Александровский, где собрались гости. И впереди буквально через несколько минут начнется вторая часть торжественной церемонии – смотр президентского полка на Соборной площади. Мы видим, что вот в Георгиевском зале и в других двух залах Большого Кремлевского дворца установлены специальные экраны. Именно благодаря им гости в Большом Кремлевском дворце смогут увидеть все мельчайшие детали торжественной церемонии. Солдат кремлевцев мы сегодня рассмотрели во всей красе во время выноса флага и знака Владимира Путина, Конституции во время всех этапов торжественной церемонии, но на этом она не заканчивается. Так что на Соборной площади совсем скоро увидим ее вторую часть – смотр солдат президентского полка. Да, мы видим гостей церемонии, мы видели председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Анатольевича Медведева. А сейчас видим Соборную площадь Кремля. Именно здесь произойдет церемония представления президентского полка, вступившему в должность верховному главнокомандующему, которая, по сути, венчает инаугурацию главы государства. Ну вот и снова гости торжественной церемонии Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин. Если в первой части нашей церемонии фокус внимания был на Большом Кремлевском дворце, то сейчас он сместится на Соборную площадь. И вот прямо сейчас на ваших экранах глава государства идет по так называемому «белому коридору». Рядом с Владимиром Путиным глава службы безопасности президента. Пока мы находимся еще в Большом Кремлевском дворце, но совсем скоро окажемся на Соборной площади. Она сегодня, безусловно, один из главных центров притяжения. И президентский полк уже готов представиться только что вступившему в должность главе государства. Итак, белый коридор Большого Кремлевского дворца, прямой эфир. Буквально через несколько секунд Владимир Путин выйдет на Соборную площадь Московского Кремля. Президенту предстоит пройти через Горновитую палату. Это тоже историческое место. Она была построена специально для различных торжественных церемоний. Здесь собирались Боярская дума, здесь же проходили земские соборы, начиная от эпохи Ивана Грозного и заканчивая временами Петра. В залах палаты устраивались празднества в честь взятия Казани и победы над шведами под Полтавой. И, разумеется, пиры по случаю коронации российских государей бывали здесь же. В советские годы палата также использовалась для разных протокольных мероприятий. Итак, сейчас мы видим как раз те самые святые синие. Они получили такое название, потому что стены украшают многочисленные сцены из Святого Писания. Как мы говорили, рядом с Владимиром Путиным начальник службы безопасности коротко о чем-то переговорили. И вот сейчас все в ожидании второй части торжественной церемонии. Красное крыльцо Горновитой палаты на ваших экранах. Мы видим Горновитую палату снаружи. Называется она так, вот вы видите по фасаду, из-за специфической обработки камня. Граненым камнем обработан фасад этого здания исторического. Но вообще еще в середине 15 века Горновитая палата стала своеобразным аудиенц-залом, необходимым для повышения статуса русской столицы. Просторная, площадью около 500 квадратных метров, она стала первым большим построенным в европейском стиле зданием Московского Кремля. Свою историческую функцию она выполняет уже более пяти сотен лет. Ну и сейчас входит в комплекс Большого Кремлевского дворца, который, как все знают, является правительственной резиденцией президента. Здесь проходят встречи зарубежных лидеров, церемонии награждения и другие события особой значимости. К смотру президентского полка все готово. Снова на ваших экранах та самая лестница, знаменитая Святые Синие, Красное Крыльцо. Ну а парадные расчеты уже заняли свои места на Соборной площади. Итак, Владимир Путин на ваших экранах. Президент спускается по ступеням Красного Крыльца, чтобы принять смотр президентского полка. Соборная площадка. Соборная площадка. Соборная площадка. Полк. Мирное. Для встречи с фронта на краб. Фулп. Товарищ президент Российской Федерации, президентский полк, в честь вступления в должность президента Российской Федерации построен. Командир президентского полка, полковник Сурайкин. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 88-й годовщиной, со дня образования полка. Ура! 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 Полк, кноп, геп! Больны! Полк! Смирно! Торжественному маршалу! Воротно! На одного линейного дистанции! Направо! На плеб! Чоп! Равнее направо! Шагом! Воротно! Они существуют в воинских ритуалах, протокольных мероприятиях на высшем уровне и стоят в карауле у вечного огня на могиле неизвестного солдата. А с 2000 года они задействованы в церемонии инаугурации президента, вернее вступления в должность президента и носят в зал государственные атрибуты и символы президентской власти. Часть входят в состав Федеральной службы охраны и имеют статус спецслужбы. Починяется полк непосредственно президенту. Ну и конечно интересно рассказать, что в рядах кремлевцев только те, кто прошел жесточайший отбор. Требования, можно сказать, суровые, особые. Рост от 170 до 190 сантиметров. Образование не меньше 11 классов школы, причем с хорошей успеваемостью. Также необходимо иметь отменное здоровье на военно-медицинском языке. Соответствие президентскому стандарту звучит как годность А наивыше. Да, наверное не стоит говорить, что судимые или состоящие на учете в полиции к службе в кремлевском полку не допускаются. Службу по призыву в президентском полку проходят молодежь большинства регионов нашей страны. Ну и вот еще интересная деталь. Солдаты президентского полка наряду с уставами учат наизусть и башни московского Кремля. Любой без запинки должен назвать все их по часовой стрелке и обратно. Это касается и кавалеристов почетного эскорта. Сегодня мы их тоже увидим. А полк с боевой историей между тем. Имена военнослужащих этой части вписаны в летопись Великой Отечественной. С первых дней войны они защищали Кремль от налетов немецкой авиации и охраняли особо важные объекты столицы. На кремлевской стене установили круглосуточное дежурство боевых расчетов. А в 42-м и 43-м годах на Западные и Волховские фронты из состава кремлевцев были направлены 4 группы снайперов, которые уничтожили более 1200 фашистов. За время Великой Отечественной полк потерял 97 человек. В Параде Победы он участвовал под боевым красным знаменем, которое было вручено ему в 44-м году. Ну, конечно, как все военнослужащие солдаты президентского полка живут по армейскому уставу и проходят боевую подготовку, особое внимание уделяется физической форме. Ну, вот чтобы так играючи жонглировать карабином Симонова весом 4 с лишним килограмма, нужны месяцы упорных тренировок, ну и, конечно, безупречная строевая подготовка. И форма кремлевцев – это прежде всего погоны выселькового цвета с двумя золотистыми буквами «П» и нагрудный металлический знак в виде креста с кремлевскими зубцами по краям и перекрещенными топориками посередине. Ну, и, конечно, все задачи кремлевцы выполняют в любую погоду. Посмотрите, какая выдержка, какая стать. Ни один мускул не дрогнул. И это несмотря на то, что в Москве сегодня прям-таки зимняя температура. Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. Действительно, национальный лидер, наш национальный лидер пришел к финалу этих выборов с беспрецедентным результатом, историческим результатом. Новейшая история не помнит таких результатов. Это закономерно, потому что Россия сейчас переживает важнейший переломный момент в истории, причем не только своей, но и всего человечества. На кону наше будущее, будущее наших детей. Мы прекрасно понимаем, какая нагрузка и какая ответственность лежит на нашем национальном лидере, на нашем верховном главнокомандующем и на каждом из нас. Именно поэтому рекордная явка и более 80% поддержки. 87% поддержки. Тот самый кавалерийский эскорт на ваших экранах. Ну и так, мы видели, как прошел смотр президентского полка. Но на этом церемония не заканчивается. Мы по-прежнему находимся на соборной площади, в самом сердце московского Кремля. Она занимает центральную часть Боровицкого холма и считается древнейшей в столице. И прямо сейчас вы видите, как Владимир Путин поднимается по ступеням собора. Благовещенского собора, где патриарх Москва. Дамы и господа, торжественная церемония завершена. Спасибо за внимание. Итак, сейчас патриарх отслужит благодарственный молебен. Мы оставляем президента в храме. Итак, главное событие, за которым наблюдала вся страна и весь мир, состоялось. Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Страна сплотилась вокруг своего президента. Страна собралась и готова идти вперед, не давая в обиду наших людей, не уступая ни пяде родной земли, к нашей победе и нашим победам, которые будут не только на поле боя. Об этом Владимир Путин говорил и в своей речи. После вступления в должность и обращался буквально к каждому гражданину нашей страны. Но еще, наверное, стоит сказать о том, что дальше. Итак, на ваших экранах патриарх Московский и всея Руси. Невероятно красивое внутреннее убранство. Итак, благодарственный молебен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слава Тебе, Богу, Благодателю нашему, во веки веков! Аминь! Преудро! Свет и благословенный снос Бог наш, Всегда, ныне и пресно, и во веки веков! Аминь! Утре и горе, святой, прославный, вера, прославный сням, Отец, Берега! Пресвятай, Христос, воскресе и смертный, Смерть и смерть, О, прав! Христос, воскресе и смерть, О, прав! Правый и сущий, бодрабежий, вот, даровавый истинный Бог наш, Молитвами причистая Своя Матерь, Святыславных и всем памятных апостолов, Святы и правятных, богателец, Яким и ады, и всех святых, Помилует и спасет нас, Яков, благ и человека любец! Христос, воскресе и сущий, бодрабежий, вот, даровавый истинный Бог наш, Президенту благословимые страны наши, Российские, Владимиру Владимировичу, Подожду Господи, Плагоценство и мирное правление, Здравие, жизнь, спасение, На пронизе победы и одоление, И во всем благое поспешение, И в сокровие, да, На марае лето! 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 И когда вы вновь призываетесь занять самый высокий пост в нашей стране, стать президентом России, мы крепко молимся за вас. Мы знаем, что эти слова для вас на пустой звук, что вы сами молитесь. И великой милостью Божией отмечено наше время, когда во главе государства, российского, православный человек, нестесняющийся своей верой. И когда огромное количество россиян видят в голове государства не только успешного политика, но очень доброго, умного, сердечного человека. Вот это сочетание доброты, строгости и принципиальности, та самая слабая точка, которая иногда мешает людям по власти достойно пройти свой жизненный путь. Потому что существует много калитий. Глава государства должен принимать иногда судьбоносные и грозные решения. И если не принять такое решение, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и для государства. Но эти решения почти всегда связаны в том числе и с жертвами. И никогда такого рода решения, принимаемые во благо народа, во благо страны, не осуждались ни церковью, ни народа. И мы знаем, как много святых угодников Божьих, которые возглавляли наше государство, и которые на поле вранье мужественно защищали свой народ. Но достаточно вспомнить святаго благоверного князя Александра Невского, близкого и для вас, и для меня, потому что он был Бога из Санкт-Петербурга. Не жалел врагов этот человек, но прославился как святой. Потому что одно дело – защищать страну от врага, а другое дело – кушить направо и налево, помещая свои фобии или устремляясь к каким-то конверным интересам. Прислужение президента, оно важно еще и потому, что хочет глава государства ей того или нет, но с него берут пример. Он становится действительно примером для молодежи, для военнослужащих, для интеллигенции, для рабочих, да, в общем-то, для всех, кто серьезно думает о самом себе и о своей роли в жизни страны. Вы являетесь такой добрый пример. Помогай вам Богу и дальше отнести то служение, которое сам Бог на вас возложил. С любовью к Отечеству, с дерзновением, потому что иногда требуется такое дерзновение, когда через многое следует переступить. Может быть, иногда через то, что в обычной жизни, как бы через это и переступить, невозможно. Но вот это дерзновение, эта сила, она должна сопровождать служение главы государства, от действий которого зависит судьба страны. Вместе с этим дерзновением я желаю вам сегодня особенно мира душевного. Это непременно, потому что если только одна борьба, как говорится, 24 часа в сутки, то не только человеческий организм может не выдержать, но на фоне такого состояния души могут возникать роговые ошибки. Вот почему так необходимо для православного человека, крайне необходимо находясь во власти, находить место и для молитвы, и вы находите, я знаю, как это. Находить место о размышлениях, не только о своих профессиональных обязанностях, но и о своей жизни, личной жизни. Я знаю, что вы находитесь для такого какового места. И вот все это, несомненно, будет содействовать укреплению ваших духовных и физических сил. Ну а мы, как Церковь, преподавая вам сегодня это благословение на ваш дом, будем и дальше молиться в наших личных молитвах, и, что самое главное, в нашей общенародной церковной молитве, дабы Господь помогал вам во всякой жизни вашей, достойно возглавлять Великое Отечество, Русь Святую, проходящую также сегодня через не самый легкий период своей истории. Благословение Божие, покров Царицы Небесной, да пребывает с вами во вся дни жизни ваших, до скончания века, как мы говорим. Ну, и с дерзновением скажу, дай Бог, что конец века и было означало конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение на Родине. Этот старинный образ я хотел бы вам прочитать. Благословение на вашу пребывание, на вашу жизнь. Спасибо большое. Надежда, 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 надежда. Вся Руси дал свое патриарше и человеческое напутствие Владимиру Путину после его избрания на пост президента. И, наверное, это был самый сакральный, личный момент сегодняшней церемонии. Мы благодарим всех наших зрителей. Спасибо, что разделили с нами это время, были с нами во время трансляции. Для вас сработали Эрнест Москевичус и Екатерина Березовская. Всего доброго. Всего хорошего.